Вы шарите, что сейчас идет снег в октябре? В общем, мы обычно начинаем с улицы, но снег идет в Зеленограде. Что за бред? Мы сейчас находимся в Hard Play зоне. Я сюда уже полугода пытаюсь попасть, но получилось это именно сейчас. Ну что ж, полетели, посмотрим, что это вообще такое. Едам, я совсем забыл вас попросить поставить лайк. Поэтому прямо сейчас не забудьте это сделать. И не забывайте, что вся информация, где я нахожусь в каком клубе, делается у меня в Инстаграме. Поэтому ссылка есть в описании и вот ее ID. Ну а я предлагаю тебе смотреть ролик дальше. Пока. Да, вы очень часто это просили. Я уверен, что на этом ролике будет просмотров около 500 тысяч. Ладно, это слишком было чесвешно. Ну, 300 тысяч должно быть. Окей, давайте прогуляемся, посмотрим, что здесь у нас такое творится. Тут ступенек около 30, и вы сразу попадаете на второй этаж, где вас встречает Hard Play зона. Слева от нас, не доходя до клуба, находится кафешка. Кафешка, где можно поесть. И это интересный факт, что в клубе нельзя кушать и даже пить. Я правильно говорю? Возможно, узнаем у админов. Возможно, узнаем у админов, я это слышал. Давайте начнем с того, что здесь продается. То есть, ты пришел в клуб, голодный, хочешь покушать, у тебя есть вариант поесть то, что здесь есть. Здесь нет кухни, здесь вы можете купить приготовленную еду, к примеру, те же сэндвичи, поесть выпечку, какие-то сладости и так далее. Но своей кухни здесь нет. Это, конечно, печально. Но мы попробовали сэндвичи. Что я могу сказать? Мы их поели холодными. Вот в этом была проблема. Мне бы хотелось, конечно, поесть горячими. Но за то, сколько они стоят, мне кажется, это прощается. Внимание, ценник за сэндвич, которым я наелся, 130 рублей. После того, как это было в Place, самый дорогой клуб в России, это очень хорошая цена, там такое бы стоило около 300 рублей. Здесь у нас кофемашина, я выпил раф, вот он лежит, я все еще его не допил, но он хорош, правда хорош. Здесь же сразу у нас встречают небольшой холодильник с напитками охладительными, мерч самого Hardplay, и плюс можно это купить прямо здесь. Это интересно, экономия места, все в одном месте, это классно. Окей, давайте, наконец, зайдем в Hardplay-зону. Встречают хороший, большой, качественный логотип, это выглядит симпатично. Здесь у нас арт, здесь у нас касса. Ну что ж, привет, дружище. Здорово, ребят. Я, во-первых, хочу раздеться, и, как я слышал, здесь нет вешалок. Пока, да, сейчас поставят, а потом скоро. Окей, так, здесь у вас список игр на пластовешку, это я в такую впервые вижу, это классно. Wi-Fi бесплатный, здесь акции, цены за кальян, за кофе, окей, сколько стоит здесь час? В данном случае 120 рублей. 120 рублей один час, самый дешевый? Нет, это вечернее время выходного дня. Вообще, самый дешевый, обычно по будням, 90 рублей час. 90 рублей час. Но если вы ночью берете пакет ночной, то час вы стоите 3.55. Окей, то есть сейчас самый дешевый час от 120? Сегодня воскресенье, и сейчас на часах полдесятого. Через полчаса как раз будут ночные сеансы, и пакет стоит 4.80 рублей. Это с каких? Это с 7 утра. Окей, часы так уберут? Да, конечно. Окей, я, кстати, не замечал в других клубах, и это мало встречается, но вы охранник здесь. Да, да. Это, в принципе, такое мало где я видел, это круто. А были ситуации, когда вы нужны были? Бывало, конечно, но не столько часто. Что это было? Ну, в принципе, только сильно выключили. Серьезно? А у вас алкоголь продается? Нет, нет. А, приходят. А кражи не было? Только, окей. Это интересно. Окей, сейчас мы уже в самом компьютерном зале, а здесь нас встречает 10 компьютеров здесь, 10 компьютеров здесь. То есть 20 компьютеров на весь зал. Это обычный зал, не випка. Окей, сейчас наша задача это попросить включить компьютер этот. Почему-то здесь коврик наоборот лежит. Надо его перевернуть, ну окей. А, не везде так, я не знаю, в чем прикол, почему так. Мы позвали админа, чтобы понять вообще, что как здесь происходит. Расскажи, какие здесь вообще есть игры? Да, игры есть совершенно все разные. В основном все популярные игры есть, но нужно приходить к своим аккаунтам. А, то есть своих игр здесь у вас нет? Нет, но планируется в ближайшее время сделать клубные аккаунты со всеми популярными вкладками. Окей. Ну что ж, давайте проверять. Ну, скажу честно, кресло хорошее. Так, здесь у нас есть вот такой вот лаунчер и всякие площадки. Epic Games, Faceit, Mail.ru Origin. Короче, я хочу Steam. Мне нужен Steam, и я должен его найти. Так, Steam, Start Game. Так, включается у нас Steam. Заходим на аккаунт, и мне очень интересно посмотреть, сколько здесь FPS. Расскажи, пожалуйста, насчет монитора. Сколько он герц? 144 герц. Это он 64? Он выглядит не на 64. Прикольно. Я думал он 60. Так, ну что ж, я запускаю КС, я посмотрю, сколько здесь FPS. Насчет характеристик, можешь назвать их? Ну, значит, 16 гигов оператива, Core i5 процессор стоит в последнем поколении, RTX 2070. Серьезно? Это очень неплохое железо. Так, сейчас посмотрим аппараты для нас себя. Так, по девайсам у нас здесь Asus, все Asus, то есть куб спонсирует Asus. По коврику у нас здесь XL. Мышка у нас Gladius 2. А, я сегодня играл на этой мышке в Play. Что-то они, видимо, супер популярны у Asus. Так, клавиатура очень интересная, кстати. Она выглядит очень симпатично. Есть какой-то скролл, видимо, по звуку. Не, клавиатура забавная. Мне она нравится. Так, по наушникам у нас, опять же, Asus. И, блин, они прикольно светятся. Хорошие наушники. Мне они нравятся. Сейчас посмотрим по звуку, как они выглядят. Слушайте, а почему у вас коврик перевернут? Нет, это уборщицы. А, уборщицы не разбираются в Asus. Ужас. Так, все, мы запускаем КС. И сейчас посмотрим, что у нас будет по FPS. Давайте посмотрим, если все хорошо, то сейчас мы должны купиться с кейса. Полетели? Так, внимание, открытие кейса. Если падают ножики, я тебе его отдаю. Обещаю. Ну ладно, не в этот раз. Ладно, хорошо. Сейчас оператору дам ножик. Короче, давайте запускать aimbox. Нет, давайте зайдем на Cybershock. Так, мы сейчас заходим на Cybershock. И давайте протестим, сколько будет FPS. Я надеюсь, что будет 300 стабильно. С таким железом это должно быть. И, кстати, пока у нас загружается карта, кресло у нас Cougar. И, как я помню, как я знаю, они считаются дорогими. То есть, у них ценник хороший. Ну и по качеству, я скажу честно, да. Это было приятно, это комфортно. Окей, все, запустилось кейс. И сейчас посмотрим, сколько FPS. Момент истины 200. 200 FPS у нас. Лол. Он реально 220, 250 держится почему. Мне кажется, мы играем не на весь экран. Да, мы играем полном экране. Сейчас FPS поднимется. Вот, все, FPS 300. Вот так вот надо было начинать. Окей, 300 FPS у нас есть стабильно. Играть на этом можно. Здесь без каких-то проблем все хорошо. Окей, я думаю, что можно уходить из кейса. И посмотрим, что здесь у нас есть еще дальше. У меня сегодня вопрос был. А что делать, если ты оплатил час, у тебя катка не доигрывается и у тебя час заканчивается? Давайте спросим, что они делают в этой ситуации. Смотри, я играю катку. У меня оплачен час. Я катку очень долго играю и час уже закончился. Что вы делаете в этой ситуации? Комфорт сам включается или... Он включается автоматически, но иногда добавляем 15 минут. Он должен, человек должен подойти и сказать, продали мне. А если не подойдет, то он выключится. Он выключится. Все, понял. Это был хороший вопрос. Я ждал ответа очень долго сегодня. Справа у нас получается компьютер-зал. А слева здесь у нас три комнаты. И каждая из них это VIP-комната. Окей, давайте зайдем в эту VIP-комнату. Какая здесь цена за час? Нет, давай ты не будешь говорить. Я посмотрю и схожу потом примерно, сколько это может стоить. Огромным. Тут респект. Экран большой. Здесь хорошее охлаждение. Так, диванчики здесь прям приятные. Вот без шуток. Честно, вот по вот этой комнате я даю респект. Это круто. То есть я знаю мало места, где можно вот так вот закрыться, поиграть в огромном экране, в PlayStation поиграть или посмотреть YouTube. Это круто. У нас есть подписка ОКО, в которой можно съесть все новые фильмы. Сейчас старые фильмы тоже. Выглядит качество. Короче, моя ставка, что здесь стоит час 250. Хорошо. А сколько это стоит? А с 8 утра до 12 в этот промежуток времени, это просто 200 рублей в час. Но с 12 до 7 утра 600 рублей в час. А, 400 рублей в час. Есть акция, где ты берешь 3 часа и кальян упадаешь. Мне нравится эта комната прям очень. И на сколько часто ее занимают? Каждый день. Так, окей, сейчас мы заходим в специальный зал, где можно смотреть фильмы бесплатно. Как мне сказали админы, сюда могут прийти дети, взрослые. Короче, все могут прийти и бесплатно смотреть. Любые фильмы, YouTube, что хочешь. Серега, тебе нравится здесь? Конечно. Конечно, нравится. Слушай, это круто. Огромная территория используется как привлечение людей. Интересно, интересно. Ну и здесь еще есть комната, где она прям максимально длинная. Три телевизора, три пластешки и несколько кресел. Здесь ты можешь сесть и просто поиграть в открытом таком месте, где можешь с кем-то пообщаться и посидеть в большой компании других людей, которых ты не знаешь. В целом, хорошо. Но здесь и привизоры поменьше, чем в VIP-ке, понятное дело. Ну и стоимость такого месечка 200 рублей в час. Окей, мы посмотрели кафешку, мы посмотрели лаунж, где можно бесплатно посидеть. Компитерный зал, VIP-ку, а сейчас осталось посмотреть VIP-зал с компитерными столами. Окей, полетели. Сколько стоит VIP-зал на компе поиграть? 150 рублей. А, то есть на 30 рублей дороже. За 300 рублей ты получаешь кресло получше и монитор здесь 40 герц. Окей. Ночь 580. Окей. Так, заходим сейчас. Там, конечно, занято, но посмотрим, что будет. А, уже свободно? У нас стример. Так, стример. То есть можно к любому прийти сюда и постримить. Да, вот здесь удобнее кресло и мониторы, конечно, клевые. То есть мониторы здесь от Asus, опять же, и 240 герц. 240 герц, да. Окей. Отключается VIP-ка, только креслом оно получше. Давайте я оценю. А по оценку, на сколько оно получше? Ну, оно чуть-чуть самое топливое. У Когара? Слушай, ну да, оно хорошее, но хорошее. Отличие только в кресле и в мониторе. Окей, пойдем дальше. Ну, и здесь хорошо. Стал бы я переплачивать 300 рублей за то, что у меня поменяется кресло и монитор? Да, я бы стал. И здесь удобно приходить со своей командой, впятером просто потрениться, посидеть в закрытом помещении. Мне нравится именно такое. Окей. Слушай, вы даете какую-то скидку людям, которые приходят и занимают всю комнату сразу? Нет, скидок пока еще нет, но это все равно удобнее, чем играть в общем зале. Окей. Так, здесь опять же... Ай, уборщица! Почему, почему она не может повернуть их адекватно? Так, ладно, пойдем. Так, и здесь у нас такая же комната, випка, где опять же играют люди в КС. Кстати, в этом клубе очень много играет в КС, это радует. Все-таки аудитория Харда чисто ассоциируется с этим. Окей, ребят, мы оценили весь клуб. Хороший вопрос, сколько вам квадратов? Эта цифра у вас на экране, я узнаю чуть позже. Окей, давайте подводить выводы. Какие у нас результаты этого клуба? Let's go. Окей, давайте начнем. Компьютеры. Мощность компьютеров здесь была хороша. 2070. RTX. А что еще надо лучше? FPS был 300, все хорошо. Здесь играли проигроки, стримили люди. Все хорошо. Я даю здесь 5 баллов. Лучше пока не придумать. Ну и по девайсам тут все. Asus, нет никакой путаницы. Вот только уборщица, научись, пожалуйста, не путать стороны, пожалуйста. За компьютером у нас 5 баллов. По персоналу. Персонал здесь хорош. Но, есть одно но. Как вы помните, мы сюда зашли и здесь не было человека. Сами люди, которые здесь работают, они реально крутые. Респект им. Но дисциплину надо повысить. Потому что то там никого не было на барной стойке, то в кафешке никого не было, то на кассе никого не было. Поэтому здесь пока что 4 балла. Кухня. Ребят, здесь кухни нет. Поэтому здесь уже, конечно, спорная ситуация. Но, опять же, ты можешь в этом же месте находиться и купить что-то из доставки. Такое возможно. Если ты голодный, ты можешь взять уже приготовленное. Нам дали сэндвичи, но они были холодные. Я кидаю респект Хартплею, но я уверен, что у него скоро появится кухня, потому что она нужна. После того, как я был в других клубах, я реально там кушал. Здесь я перекусил, чтобы не быть голодным просто. Поэтому здесь ценник за кухню пока что 3,5. Надеюсь, что Харт займется кухней и все будет хорошо. Чистота. По чистоте здесь тоже все хорошо. Из-за того, что здесь народа не так уж и много сегодня. Здесь чисто. Мебель пока живая. Клуб уже полгода, кстати, плюс-минус. Все хорошо держится, поэтому здесь 5 баллов. Пока недосчетов никаких нет. Максимум были грязные столики в кафешке. Но я надеюсь, что это просто единичный случай. И, кстати, как вы, возможно, видели, в кафешке никакого человека не было. Потому что сегодня человек уволился с этой работы. Возможно, столики были из-за этого грязные. Такие его дела. Интерьер. Скажу сразу, мне он нравится. Интересно сделано. Конечно, у меня был случай, когда чуть не ударился в стекло. Но прикольно. Все в одном стиле. В каждой комнате есть свой арт-рисунок. Над этим люди постарались. Поэтому за это респект. В целом, за интерьер я даю пятерку. Леха, молодец. Локация. Этот клуб находится между новым и старым городом Зеленоград. И, как я наслышан, это хорошее место. Это хороший выбор. И люди сюда приходят без каких-либо проблем. Ну и в целом, это второй этаж торгового центра. Немного лестницы. Но в итоге все хорошо. В этом плане тоже пятерка. Ребят, вот такой у нас балл получается. Что я могу сказать в итоге? Хардплей молодец. И я надеюсь, это не его первый клуб. И есть с кем конкурировать. Если я буду создавать свой клуб, понятное дело. Ребят, не забудьте поставить грубо на лайк. По-братски, на епросто. Поставьте. Давайте наберем 25 тысяч лайков. Окей, друзья. Сейчас мне нужно ваше мнение. Какой следующий клуб оценить? Пишите ваше мнение в комментариях. Я все это читаю. А сейчас я с вами прощаюсь. С вами был я, Шок. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok